приветствуем вас дорогие подписчики и случайные зрители перед просмотром прошу поставить лайк к этому видео. В конце нулевых в соцсетях и на форумах появились свадебные фотографии необычной пары. Парень и девушка, принадлежавшие к субкультуре готов, выбрали для церемонии бракосочетания очень необычные наряды и прически. Тогда над молодоженами не потешился только ленивый, а некоторые снимки, дополненные остроумными подписями, стали настоящими мемами. Как сложилась судьба этих ребят, которых зовут Анжела и Александр Толстовы, и как они выглядят спустя более чем десятилетия семейной жизни. Наряды готичных жениха и невесты были необычными даже для неформалов. Жених был в белом костюме, стилизированном под камзол 18 века и рубашки с пышным жабо. Его образ дополняли неожиданные высокие ботинки на высокой платформе в футуристическом стиле и белоснежные дреды на голове. Невеста выбрала для церемонии чёрное платье со шлейфом, которое удивляет только своим необычным для свадьбы цветом. А вот прическу девушки уже не назовёшь банальной. Длинные и сине-чёрные локоны невеста совместила с высоко выбритым лбом. Макияж был не слишком ярким, она просто сбрила брови, а ноздри и губы украсила пирсингом. Пара выглядела очень органично и костюмы жениха и невесты отлично дополняли друг друга. Известно, что из ЗАГСа молодожёны отправились не домой и не в ресторан к накрытым праздничным столам, а на рок-концерт. С тех пор прошло немало времени, но интернет помнит всё. Снимки готичных жениха и невесты до сих пор без труда можно отыскать сети всего за несколько минут. И хоть многие пары, связавшие себя узами брака в юности, довольно скоро распадаются, Анжела и Александр Толстовы всё так же вместе, и сейчас у них уже двое детей, дочка и сын. Потом Фити завирусилась другая подборка фото этой необычной семейной пары. Снимки, сделанные во время семейной фотосессии, в 2017 году. На них парень и девушка изменились до неузнаваемости. Эта семейная новогодняя фотосессия в студии была похожа на множество других, если бы не длинные волосы мужской половины Толстовых. В Рунете многие сайты публиковали вот такой портрет Анжелы Толстовой с ремарками о том, что вот, мол, готичная юность закончилась. Девочка угомонялась и забросила своё бунтарство. Это достаточно распространённое явление. Многие неформалы с годами становятся серьёзными семейными людьми и с неловкостью вспоминают свои подростковые приключения. Но в случае с Анжелой Толстовой банальность не пройдёт. Вряд ли когда эта девушка сольётся серой массой. Жена и мать двоих детей, она продолжает быть необычной, о чём можно легко убедиться, глядя на фото на её странице в Инстаграме. Анжела Толстова А.К. Пушба – фейк-модель, бодипозитивистка и фотограф, который создаёт необычные образы и умеет увидеть красоту вопреки стандартам и стереотипам. А семейные фотосессии у Толстовых случаются регулярно. Тут не действует принцип сапожник без сапог. И они очень разные. Вероятно, если есть внутренняя свобода, то человек может позволить себе быть разным, другим и вопреки ожиданиям общества, мол, перебесится, успокоится. Субтитры создавал DimaTorzok